Добрый день уважаемые пациенты! Сегодня мы поговорим о средствах для лечения аденомопростаты. Сама аденомопростата это доброкачественное разрастание или опухоль ткани предстательной железы в мощи, которая практически всегда неразрывно связана с воспалением предстательной железы или простатитом. Почему это происходит? Потому что разросшаяся ткань мешает предстательной железе нормально опорожняться и функционировать. Именно поэтому в простате формируется застой и простатит практически всегда сопутствует развитию аденомопростаты. Какие же препараты применяются для комплексного лечения этих двух сочетающихся болезней? Ну, во-первых, это препараты 5 альфа редуктазы. Что это за лекарства? Это препараты, которые блокируют переход ферментов гормона тестостерона в его различные активные вещества. Именно они провоцируют, как правило, рост в объеме предстательной железы. Однако у этих препаратов есть ряд побочных эффектов. В первую очередь связано с тем, что если блокируется тестостерон, то, соответственно, и развиваются другие эффекты, связанные с тем, что тестостерон перестает действовать, у мужчин теряются вторичные признаки, развивается импотенция и так далее. То есть применение этих препаратов ограничено их побочными эффектами. Наиболее распространены такие препараты, как феностерид и дотестерид. Следующая достаточно широкая группа – это альфа-адреноблокаторы. Они в основном снимают симптомы аденомопростаты и могут применяться достаточно длительное время. В частности, они нормализуют мочеиспускание при аденоме простаты в сочетании с простадитом, что является центральным симптомом развития аденомопростатной железы. Таким, как правило, наиболее распространенным препаратом является тамсулазин. Это такие достаточно широко известные препараты, как Омник, Омникокос, Кордура и многие другие. При них могут также развиваться такие побочные эффекты, как при семиизвержении сперм может попадать в мочевой пузырь и внешне не выделяться, что мужчин очень травмирует. И ряд других побочных эффектов связано с артериальным давлением. Также препараты широко применяемые в лечении аденомопростаты – это антибиотики. Антибиотики – те, которые проникают в ткань предстоятельной железы. Это такие, как ципрофлоксацин, левофлоксацин. Данные препараты широко применяются в лечении, устранении воспалительных изменений при аденомопростаты, в частности, простатита. Ну и, наконец, широко рекламируемые препараты для лечения предстоятельной железы, в частности, аденома – это различные растительные препараты, такие как простамол, витапрост и многие другие. Здесь дело в том, что данные препараты еще не полностью апробированы, однако могут применяться в периоде ремиссии. Ну и, наконец, необходимо упомянуть такую группу препаратов, как препараты животного происхождения. Они сделаны из ткани предстоятельной железы крупного рогатого скота, как правило. Это такие препараты как простатилен. Значит, они активируют работу непосредственно предстоятельной железы и применяются во второй стадии лечения предстоятельной железы при уже снятии воспаления. Как правило, это наиболее эффективный внутримышленный нерв с того же простатилена и простакора. При необходимости лечения аденомом предстоятельной железы в сочетании с воспалением предстоятельной железы обращайтесь в наш медицинский центр Платный КВД. У нас имеются опытные врачи-урологи, которые проведут грамотную диагностику к аденому простаты, так и простатиты, исключат переход их в рак и назначат правильное лечение. Ждем Вас в нашей клинике. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok